Здравствуйте вам, уважаемые подписчики и зрители канала, меня зовут Никита, мы продолжаем прохождение пророчества Пендера, и как рассчитывали, сейчас будем штурмовать укрепление Альмера, благо мы уже к этому штурму готовы, единственное, чтобы я поменял, так это выкинул меч, взял бы комплекс Триллолдера и начал бы штурм замка, ну сначала подготовку лестниц для атаки, а потом уже и всего остального. Так, мы можем начать штурм, к счастью, еще лорды наши не успели далеко отбежать, сразу четверо вассалов будут участвовать, и Алистер, и Талдеран, и еще кто-то, в любом случае начинаем штурм, и посмотрим, что у нас получится. Ой, не то. Неприятная все же эта крепость, очень-очень неприятная. По сути, здесь нам лестницы не нужны, никак мы их не используем, а вот во всех остальных делах нужны еще очень даже как, кстати. Так, давайте-ка ребят будем размещать, вон в этом дворе пехоту туда, кавалерию туда, ну что там будет, и сушников туда. Посмотрим, что из этого получится, хотя на самом деле мы уже, наверное, всех в одну кучу, посмотрим, посмотрим, что из этого будет. Так, и заодно новая команда, что все могут стрелять по готовности, тогда, я думаю, дело пойдет у нас на лад, определенно. Сейчас мы, не только противник начнет нас кушать, но и мы его тоже начнем, чуть поактивнее. Ну, тут так, конечно, как сейчас обстоит, обстоят дела, это не дело совсем. Так, ребята, давайте чуть-чуть, чуть-чуть, все, все чуть-чуть назад отступаем. Я говорю, все стреляют по готовности, ребята, не стоим просто так-то, отстреливаем врага. А то у нас какие-то потери слишком безумные, с учетом того, что у нас было явно преимущество получником. Ну, ладно, сейчас хотя бы снять вот тех вот дальних, всяких неприятных личностей, которые нам регулярно мешают, введя обстрел со всех уж сторон. Так, что у нас здесь? Что-то у нас тут-то получником, что-то я не вижу. Десять шагов... Ох! Десять шагов вперед можете, давайте. Охренеть, тут, конечно, обстрел дичайший. Так, даже не так же сделаем. Пехота и кавалерия в атаку. Лучники, стоим здесь. Вот такой вот новый посыл. Поэтому я не понимаю, что с лучниками, почему они работают из рук вон плохо. Ну вот. Так, ну вроде дело пошло. Вроде наши вперёд проходят. Хоть и тяжко, хоть и со скрипом, но проходят. Так, стрелы. Ага, всё-таки последняя попала, и это просто замечательно. Зазубленные стрелы взять, это здорово, а хочется как-то стрел побольше. Как-то хочется стрел, чтобы наверняка целую кучу. Ладно. Пока что целая куча речи не идёт, но уже вроде бы, по крайней мере, ситуация переломилась. То, что не только противник нас во внутреннем дворе изничтожает, но и мы его тоже полномерно истребляем. Ух ты, а здесь же тоже с этой стороны противник. Так, давайте Алибардусе возьмём. Мне кажется, она-то лишними будет, совершенно точно. Алибардусе всегда хорошо, а особенно хорошо, как противник сам на нас идёт. Это просто здорово. Так, надо наших кучников как-то переставить, потому что это не дело. Потому что чё-то их атакуют совсем уж не скромно. Да, вот эта вылазка противника очень неприятно сказывается на нас. Но с другой стороны нам сейчас с укреплением будет чуть полегче. Так, а может быть отсюда удастся? Это эффективное действие или нет? Наверное, иначе. Так, но в целом давайте-ка мы брукровку нашу оттащим по трамеру лучников. Сейчас попробуем оттянуть назад. Посмотрим, что из этого будет. А пехоту и кавалерию направим в атаку. А лучников здесь вот. Соберём, посмотрим, что у нас из этого получится. И получится ли что-то вменяемое. Так, ладно. Давайте встанем наверняка и будем отрабатывать. Так же наверняка. Так, и хоть и не покрыты щитами. А слушайте, вот это действительно то, что нужно. Если бы противник на нас не вылазил, то было бы гораздо сложнее. А так дела идут чуть более-менее получше. Огромное количество самой простейшей пехоты, но даже самая эта простейшая пехота в ближнем контакте не даёт нам расслабиться. И боли мы с этой пехоты получаем тоже немеренно. Ого, не чё-то вперёд ломанулось. Да что ж такое? О-е-е-е, кто-то ещё ведёт стрельбу. Ладно, чтобы это... Ух-те, снибо вон точно совершенно поплатится. Что ж такое-то? Живучий... Да как ты такой живучий-то, а, парень? Расскажи. Нет, что, теперь пусть не рассказывает, нам это более неинтересно. Расскажи. А-ааа! Б sensing под qu einem парень, забудьте ответить. так где наш враг кстати печально что в одиночной кампании не было сделано по тем тем так по тем модификациям которые я смотрел вот и наш противник ой блин и все как обычно нигде не было сделано сложной какой-то системы осады хотя бы какой-то вменяемые более-менее похожий на мультиплеерные варианты но тут уж ничего не попишешь впрочем как ничего и не попишет защита этого замка ему было суждено пасть оно было суждено победить сарлеонцев и этому обрадоваться несказанно не говоря уж о том что наши собственные потери то есть потерь нашего отряда они союзников составили все на все 31 человек убитыми 51 ранеными но конечно же лорды наши пострадали несказанно потери были достаточно велики убитыми 150 человека это не хухры мухры ну что ж победа была одержана тяжелая трудовая ну и конечно же всякие бароны касси и леонусы и остальные попадают безудержно попадают в плен так титуса спасли эдиса русова спасли в общем большие мы молодцы ну и сарлеон конечно же я надеюсь что в самое кратчайшее время канет в лету но мы пока что давайте наберем годных к использованию воинов и что самое интересное сейчас после того как сарлеон падет останется по сути два у нас противника более менее серьезных дим серьезнее другого империя чар сейчас наибольшую угрозу представляет уж эти всадники в принципе мы будем должны осилить надо будет подбирать под них свой сетап такое дело что это будет нелегко поскольку пехота пендера не очень то например под это дело годится надо будет подбирать какие-то другие варианты либо салибарчиками серебряного тумана либо еще как то либо набирать войска других культур надо будет на этот счет подумать ладно кучник ферцвейна охотник ферцвейн давайте всех этих ребят берем место вроде бы хватаем для всех шарка пеносец ветеран шар стрелец мечник ну разве еще семеро наемных воинов давайте их возьмем выкинем одного из отряда рекрута пендера и возьмем семерых наемных воинов ну и лучше немножко правда совсем-совсем немножко но тоже на продажу сгодится так что теперь давайте сразу отдадим и замок и деревню лорду херварду это будет как мне кажется не лишним в общем-то завоевали как надо то что хотели конечно с остальными отношения упадут но это вещь неизбежная сорленцы сейчас не знаю где они будут восстанавливать силы смогут ли они хоть как-то их восстанавливать но совершенно точно что прошло прощение ребят совершенно точно что им предстоит чудовищнейший упадок и скорее всего они его не переживут нам и давайте сейчас догоним какого-нибудь лорда ивануса что он сейчас будет участвовать в битве все дела будут наверно тоже поучаствуем хотя нет тогда участвуем еще как и просто посылаю войска бой не будем непосредственно часами там кувыркаться я думаю без того все пройдет как нельзя лучше ух ты даже серые лучники пендера есть отличненько отличненько больше клиников больше серебра больше динар чего там повышение даже у сары лисы отлично отлично все годится так теперь наши ребята чуть-чуть хотя бы разбегутся так вот и мы сейчас поговорим с нет не сыром алистером а с лордом ивана сам а здоров дружище лучи часть войска а именно а именно именно воины мечник шар стрелец ну и все остальные братья которая в общем то нам не особенно нужна легкий пехотинец бранец охотник воин я даже не знаю стоит ли отдавать наверное не будем отдавать а затем имперского всадника легионерного бранца этих ребят этих 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 ну вот что-то что-то типа того уже получилось вменяемое отлично и кстати давайте поговорим с сэром алистера и скажем что теперь всех можно опускать больше нет никакого смысла в держании здесь этой группировке она свою роль сыграла успешно мы захватили замок альмера тякс и теперь теперь надо съездить в ларию и посмотреть не стала ли лария теперь у нас столицы не переехала ли туда алиса что было бы здорово и тогда бы мы назначили владельца замка валвин назначили владельца деревушки носящий такое же название поэтому давайте туда мы и отправимся ну кстати насчет туда и отправимся сейчас мы отдадим всех 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 сколько денежки нам лишними никак уж не будут скорее надо сейчас добраться поскольку нужно сгрузить весь этот гарнизон к чертям вдобавок нужно еще и мораль отряда поднять поскольку сейчас она просто безудержно низкая ну а уже не безудержно низкая она находится на среднем уровне но долго такой уровень не продержится поскольку мы уже видели насколько быстро еда у нас пропадает ну не пропадает естественным образом используется так лучник охотник охотник охотница стрелок лучник что у нас там сарой то сара сарочка что же с вами можно силу повышать можно повышать чего у нас тут наблюдательность грабитель давайте наверно пока что в силу упор сделаем в принципе женские доспехи подавляющее большинство ну и даже мужские уже не требует чего-то больше чем силу 18 за исключением каких-то мегуш дико крутых давайте на всякие пожарные силу как раз и вкачаем а что интеллект ловкость трогать не будем так кстати можно было бы сделать например либо владение оружием что не очень-то требуется либо например сильный бросок в принципе не было бы не лишним дать какие-нибудь дротики давайте сюда два очка вкачаем почему-то я сейчас тут два щита и в принципе допустим каплевидный щит избранника можно было бы у нее и взять попросить вернуть взад я хочу мы едем так по прямой как будто перед нами гор нет давайте что ли отклонимся от маршрута и будет нам счастье всем я по крайней мере на это надеюсь ну тут даже еще и турнир кто-то проводит ну просто великолепно наверное какой-то знатный барыга который хочет поиграть на ставках ну ладно кстати насчет поиграть на ставках надо во первых и нам на турнире поучаствовать ну и конечно же продать всех наших пленников будет тоже не лишним опак пленники один не входит в эту категорию точнее не в эту категорию места ему тупо не хватает так что за предложение сундук волонбрея хорошо хорошо а кстати здесь нет никого из продавцов ну ладно тогда мы куда нибудь еще свозим а пока что давайте для вас попущу поучаствую в турнире ну это все ребят победа отличная победа без хлопот без затей прошел турнир так а мы же уже стойте я же вроде нажимал что сделать столицей какие проблемы нам надо здесь что ли пробыть или она как то вот со временем просто сюда перейдет непонятно да со всей уверенности можно сказать лишь то что нифига непонятно так не стойте подождите турнир турнир пир проводить нам канада гарнизон сейчас перекидать кого мы здесь оставим прежде всего бронированных лучников пендера мы конечно же здесь оставим но не только так наверное два с половиной десятка мы здесь оставим то будет достаточно более чем но всех остальных отсюда заберем их тут сейчас оставлять нет никого смысла надо качать вояк и вообще сделать из этих недоучек настоящих суровых брутальных вояк которые смогут заворачивать или как там говорится правильно уж не помню голова тоже не соображает как вы понимаете сейчас сажусь практически каждый день вечером записывать когда уже голова гудит и никакая просто другого времени нет и так вот получается что все все из головы тут же быстро вылетает кстати давайте все таки здесь оставим часть пленников ну их нафиг сейчас перевозить я думаю у нас еще найдется время когда их продать какой-то критической потребности в том чтобы критической потребности в том чтобы их продавать у нас сейчас нет поэтому пусть будет как будет а мы едем такой же дорогой возвращаемся сейчас в нашу пока еще текущую столицу в Марлен блин а пир я так и забыл да провести отлично отлично у нас ниже среднего боевой дух отряда ну и конечно пищи немного провианта совсем чутка надо еще в queen хотя бы заехать и провиантом хоть так по минимуму докупиться я буду совсем по минимуму муму какое обильное обучение у нас тут было совершено обильное обучение чтобы это значило так отмена немножко перепутал имперские арбалетчики да и но имперские пехотинцы нам хотя стоять может быть действительно нам имперские пикинеры может быть они поинтереснее будут чуть-чуть хотя короче я тут надолго так застрял с этими отменами дальше все таки сделаем пехотинцев они хотя бы со щитами все дела достаточно опасные ребята которые могут в ближнем бою делать практически кого хочешь пока что у нас как вы понимаете все расположены тут просто одной большой кучей малой но с этим мы будем разбираться как-то попозже как доберемся до марлиона пока что просто не забываем ребяток обучать а и 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 попал в плен. Ну, молодец. Большой. Что ж, можно его поздравить. Так, крестьянин, которому нужна помощь. Откуда ты? Деревня Перн. Ну, что ж, давно мы Перн не спасали. Сейчас у нас такая возможность. Нам такая возможность предоставиться. Так, ну, прежде давайте проведем быстрое совещание. Отлично. И займемся так. Управлением городом. Но мы больше ничего здесь, кроме как гильдию воров построить не можем. Интересно, что бы значило сокращение морали. Может быть, это значит сокращение отношения очков отношения с городом. Не знаю. Ну, ладно. В любом случае, гильдия воров не то, что нам действительно нужно. А нужно нам, наверное, будет заняться гарнизоном. И давайте, опять же, я гарнизон оставлю за кадром, ибо это очень муторное дело, которое у нас отнимет минут так эдак 15-20. Ну, что ж, ребят, отряд готов. Боевой дух отряда. Наконец-то. Отличный. Ну, и давайте сейчас быстро сбегаем в замок. Поговорим с Алисой. Узнаем, что там у нее. Замок Валвин в настоящее время не имеет хозяина. Мы можем его кому-нибудь подарить. Ну, и, в общем-то, я знаю, кому подарить. Так. Например, замок Валвин. Мы подарим... А, слушайте, а здесь вот так не показывается. Не так-то все просто. Надо будет сначала посмотреть. Ладно. Тогда подождите, пожалуйста, сударыня. Нет, не так. Вот так, по-моему. Так. Кстати, нам нужно еще деревне Перн помочь. Обязательно об этом не забыть. Я люблю это дело. Геология. Так. Лорд Галус у него... Мист Мария. Лорд Титус у него... А, только трог. Блин, значит, Титусу надо будет подарить. Сейчас попробуем это сделать. Хотя мы не в самых лучших отношениях. Но, тем не менее. Может быть, и не тем не менее. Лорд Иннер в волосатые штаны у нас тут стоит. И готов, в принципе, к нам примкнуть. Может быть, стоит ему подарить Валвин. Замок. И деревню даже. Вместе с ней. Давайте так и сделаем. А, кому? Иннер в волосатые штаны. Пусть он получит. Так. И лорду Титусу мы, наверное, отдадим как раз еще одну деревушку. Пусть вот немножко обрадуется. Но отношения с Лордом Галусом, конечно же, падают. Да, нельзя. Хотя, слушайте, странно. Чего это у нас так отношения падают? Лорд Галус. Эм, не то. Лорд Галус. А у него что? У него как раз и замок Мисс Мария, а Вайбург. Он еще недоволен? Давайте-ка мы с Алисой поговорим. Удостоверимся, что у нас никаких проблем в государстве не надо. Ага. Вот у нас наконец-то появляется задача. Должно быть вам известно, мы, господин, на ссоре между Лордом Эйдис Мрусом и Иннером волосатые штаны, угрожающие единству на этого королевство и подрывающий ваш авторитет. Если бы вы могли уговорить лордов примириться, то тем самым обручили бы свое положение. Однако при этом есть риск, что один лорд решит, будто вы встали на сторону другого. Ну, неплохая мысль. Давайте этим и займемся. Сейчас у нас мирное время, скоро оно встанет. И как раз можно будет заняться вопросами внутриполитическими. Кстати, насчет вопросов внутриполитических. Было бы еще неплохо, если бы мы соменили цвет королевства, поскольку вы мне, ребята, уж очень настойчиво уговариваете сменить цвет. И давайте попробуем посмотреть, как будет на нас выглядеть синий или темно-фиолетовый цвет, что-то на вроде того. Великолепный синий, что бы это ни значило. Давайте посмотрим, попробуем, что из этого получится. Как будет этот великолепный синий выглядеть. Ага, ну, теперь сливается и похож на раввинстернский цвет. Нет, синий нам такой не подходит. Давайте смотреть что-то еще. Посмотрим на фиолетовый, что из этого получится. Желтый, сиреневый, желто-коричневый, фиолетовый, бирюзовый, терракотовый. Синий-стальной. Давайте посмотрим на синий-стальной, как он будет выглядеть. Ну, практически тоже так же, очень сильно сливается. Это неудачный вариант. Давайте попробуем еще что-нибудь. Может быть, действительно фиолетовый. Ну, сначала посмотрим, где нам доступны опции. Вот цвет королевства я что-то втыкаю уже совсем и даже найти его не могу. Казалось бы, вот он. Зеленый, коричневый, красный. Кстати, красный как вариант. Давайте попробуем красный. Хотя сарлеонцы-то еще живы, но в принципе... Как нам будет ли красный цвет идти? Да, но как-то теперь в голове как будто бы... Эти владения принадлежат... Сарлеону. Ладно, давайте еще разочек зайдем. Надо все-таки, чтобы он не только понравился, но еще и подошел. Так. Коричневый, красный, желтый, синий цвет равенства. А, ну да, здесь вот как раз цвета империй. Точнее государства. Красно-фиолетовый, великолепный синий. Мы уже смотрели. Белый цвет у нас сейчас. Цвет морской волны, темно-синий. Черный цвет. Хм, кстати, а давайте посмотрим на черный цвет. Как он будет выглядеть. О, ну нет, очень тяжело. Названия тяжело разбираются. Знаете, такое ощущение, что... Как будто жирным, смазанным шерифтом сделано все. И так в целом. Размазано не очень здорово. Черный цвет нам, увы, не подходит. Слишком мрачный. Народ, я думаю, не оценит. Так, ну что, пробуем фиолетовый. Ну вот, вот уже что-то. Хотя, в принципе, он такой фиолетовый. Такой самый. Давайте еще что-нибудь глянем. В принципе, можно пока что цвет фирцвейна, например, себе взять, но... Я даже не знаю. Бирюзовый, желто-коричневый. Мне попадался цвет... А, нет, молодой. Мне какой-то молочный показался. Нет, это молодой зелени. Желтый цвет империи. Сиреневый цвет. А как будет сиреневый выглядеть? Ну, в общем-то, каким-то совсем неприятным уже мягким оттенком. Ах, если мы еще и тут будем залипать, это, конечно, здорово. Что-ли, хоть все подряд цвета перепробовать? Темно-желтый, как вариант, можно посмотреть. Можно посмотреть еще бирюзовый цвет. Слушайте, а... Ну, в общем-то, неплох сейчас бирюзовый цвет. Не самый, пускай, лучший. И я бы назвал этот цвет морской волны, как по мне, как на мой глаз, и на качество монитора не самое лучшее. Но, в общем-то, неплохо, ребят. Соответственно, в комментариях напишите, нравится вам это, не нравится такой цвет. Более-менее приемлемый, неприемлемый. Но пока что его оставим в будущем. Возможно, мы заменим этот цвет, когда Равенстерн будет побежден на синий цвет. В обрамлении черного мне он нравится как-то гораздо больше, чем такой, или даже чем красный, в принципе. Хотя красный тоже неплох. Ну, а что же мы? Давайте разузнаем, где сейчас проходят турниры. А, к сожалению, никаких турниров не ожидается. Ну, ладно, такое бывает. Тогда давайте просто еще раз сбегаем к колесе. И сейчас попросим отправить посла... В Сарлеон, королю Ульвику. Правда, не знаю, куда уж он прибудет. В Ставку где-то там найдет. Но... О том, что... Нас интересует перемирие. Адон же сейчас покидает отряд и пойдет этим делом заниматься. А мы пока что отправимся в Перн и займемся нашими насущными делами. А бандиты должны быть наказаны. И они будут... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Урона, конечно, практически никто не наносит, но... Все равно больно. Я думаю, когда по броне стучат болты с такой интенсивностью, это очень неприятно. Даже если они ее не пробивают, в брудах весь можно скучать только так. Синяков там останется. Мама родная. Кстати, интересно, а в игре хоть как-то реализовано тот момент? То, что... Дальность выстрела как-то влияет на пробитие или нет вообще никаким образом. На пробитие, на количество очков урона, на символы. В одну и ту же точку. С разного расстояния. Это было бы интересно узнать. Но вроде бы никак не реализовно. Или, по крайней мере, модификаторы, которые стоят под эту тему, крайне невелики. Так, отлично. Отношения у нас теперь нам улучшаются. И нам нужно разрешить спор Эдиса Руссова и Нарва Лосатого Штаны, попутно обучая бойцов. Что будет также не лишним. Единственное, что надо мечников Пендера немножко с собой подзабрать. В общем-то, не так уж и важно, но... Хотя реку-то Пендер будет еще лучше. Тякс. А, нет, не то. Не то. Сюда мы уже набегали. Давайте возьмем мечников Пендера. Мечники, они у нас ведь есть, да? Мечники, мечники, мечники. Вот они у нас, мечники Пендера. 101 боец. Запускай, 101 у нас и готовится. И реку-то мы тоже вместе с собой забираем. Так, стрелки, ферцвейнцы, лучники, арбалетчики. Девы меча. Отлично. Так, теперь нам остается лишь найти Эдиса Русова Эдиса Русова и Инера Волосатые штаны. То есть, Русова и штаны. Отличные кликухи. Все-таки ферцвейнцы они. Такие ферцвейнцы. Так, замечена армия возле щит-шторма. Они еще умудряются армии собирать. Да, их, конечно, отваге и удаче не позавидуешь. Ладно, мы сейчас пройдем через Бурлиный Амир. Наберем какой-то там никакой припас. Ну и потом эти припасы будем пускать в ход. Ой, нет, не на сельскую площадь точно. Совершенно точно. Свежая свинина, говядина, колбаса. Это здорово. Давайте еще курятинки возьмем. Так, и нападение очередное, да? Нигде больше не смогли, сделали... Ё-моё, вот это, вот это, вот это очень плохо. Вот это прям вот совсем плохо. Блин, как же я забыл переставить-то на меч и щит. Ай-яй-яй, потеряли 4000 динар. Вы упали. Бандиты быстро обыскивают ваше тело до последней монеты и растворяются во тьме. Вы остаетесь лежать едва живым. К счастью, некоторые соратники, обеспокоенные вашим отсутствием, отправляются на поиски и находятся в подороженной канаве. Они спешно переносят нас в безопасное место и перевязывают раны. Ну, блин, Марку дико не повезло. Блин, из-за моей косячности. Ну, как так? Как забыл-то, ну... Ё-моё. Так обидно, реально очень обидно. Просто на ровном месте взял и отдался. Пускай это, конечно, были мечники Чар, но... Я что-то уже расслабился. Думаю, сейчас вытащу меч, такой, уже жду. И такой, опа, а меча-то нету. Ё-моё. Бывает и такое. Зашли в деревушку, понимаешь. Прикупили. Бравиант. Ух ты, нифига себе, новый рекорд. 54 956 тысяч опыта. Охренеть. Благо, мы сейчас и деньгами запаслись. Будет на что нам прокачивать эту армаду. Ну, и как только там прокачка будет относительно... Или более-менее успешно идти, мы будем часть народа загружать, поскольку они нам в больших количествах не нужны. Но так, в общем, сгодятся. Градиатор нам тоже не нужны, а вот легионеры. Градиатор более чем. Так, кускар, вот, отправляешься. Отлично. Так, серые лучники. Серых лучников мы оставим здесь. Да и воинов пендер на самом деле. Пусть они у нас тоже будут внизу списка. Блин, давненько так не получал по башке, Марк. Так как давненько он постоянно участвует в штурмах, в сражениях, там, в тяжелейших битвах. Это обычно легко не дается. Текст. Что, провиант? Провиант, провиант. Говядинки еще взять. Сырку взять, оливок. Немного. И добежать до трупа, блин. Отношения с королевым ульвиком постепенно улучшаются. Это забавно. Замечена, большая армия под ларией. А, и большой вражеский отряд. Скорее, именно так. Так, еще свинина. Говядина. Мы говядины только-только закупились. Еще свежими курами и колбасой. Кого у нас убежает лорда Иваноса? Ну, ребята, не обижайте Иваноса. А мы сейчас его, кстати, еще и спасем отношения, тем самым с ним, опять же, подняв. Ребят, не надо никаких особых формаций. Тут мы от противника находимся очень недалеко. Крайне близко располагаемся. Поэтому какие-то формации выстраивать никакого смысла я не вижу. Так, так, так. Раз, два, три, четыре. Кто там еще? Эх, не удалось. Как правильно. Как хотелось отстреляться, но ничего. Ну, и будут еще другие супростаты. КОНЕЦ Ой, алибарчик. Это очень опасно сейчас было. Надо через герой мухой жизни поплатиться. Ну, в целом, все прошло очень удачно. У нас всего двое ранено. Иванос еще немножко претерпел, но буквально совсем чуть-чуть. Так, барона Гайдена. Ну, в принципе, сейчас мы его можем с честью отпускать. Нет никакого смысла его забирать в плен. У нас и так все по деньгам очень неплохо. Не сказать, что какие-то безумные деньги, но нет. В общем-то, какой-то минимум мы имеем. И это уже само по себе здорово. Такс, давайте перезащим к себе всех этих ребяток. Они лишними уж точно в нашем отряде не будут. Тем паче, что еще и подходят под наш отряд как нельзя лучше. Так, ну, тяжелые всадники. Пойдется их на самый-на самый верх тащить. Что не очень здорово. Так, воин. Пока что вояк качаем. Продолжаем еще это делать. И, кстати, сквайров пендера тоже придется на самый-самый верх тащить практически. В общем-то, ровно из-за этого собирание себе необходимого отряда, перекидывание народа из гарнизона отнимает очень много времени. Сколько их еще надо более-менее вменяемого расположить сверху донизу. Ну, тут даже култач что-то нашлось хоть и немного. Ладно, и давайте лорду Иванову сейчас также мы передадим часть своего войска по-быстрому. Ну, и этого, как мне кажется, будет достаточно. Остальные ребята у нас уже сами подойдут и раскачаются, вольются в основную нашу массу. Ну, что же, давайте, не доходя Ларии, прямо сейчас на этом и закончим серию. Большое спасибо за просмотр. Тогда в следующий мы будем вести мирную хозяйственную деятельность, как только будет подписано мирное соглашение. Будем думать, куда еще дальше расширять свое собственное производство, где нам оно будет наиболее выгодно. Сейчас ближайшие цели это ИТС-СС. Но, с другой стороны, может быть, стоит сосредоточиться не на чарских городах, а на городах равенстанских, поскольку воевать нам, наверное, выгоднее будет с некоторой точки зрения, с точки зрения баланса. Следующую войну будет выгодно проводить против Чара, захватить его или их города Чаровские, чтобы сбалансировать чуть более-менее положение равенстерна, иначе он будет задавлен, а уже биться один на один, наверное, не так комфортно. Как говорится, разделяй и властвуй, тогда у тебя все получится. Большое спасибо за просмотр. Еще раз говорю. Увидимся в следующих сериях. Счастливо. Удачи!